Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Время – цифры». Ведущий Василий Богданов и наши эксперты Александр Глазков, председатель Совета директоров, управляющий директор компании «Диасофт». И Евгений Сентябрёв, член правления, директор направления «Цифровые решения» компании «Диасофт». Здравствуйте, коллеги! Добрый день! Тема нашей сегодняшней беседы – это цифровая трансформация в финансовом секторе. Мы не первый раз уже обсуждаем эту тему, и действительно для этого есть основания, потому что уже лет пять начали говорить о цифровой трансформации, не только говорить, а действовать в этом направлении. И до сих пор это еще представляет и трудности, и сложности, это затратная история. И не всегда понятны результаты. Расскажите, пожалуйста, сейчас, как с вашей точки зрения… Вы работаете в финансовом секторе. С вашей точки зрения, что сейчас там происходит? Вообще, что такое цифровая трансформация, как ее правильно понимать? И что сейчас в этой области? Думаю, на самом деле, это действительно много аспектов, если мы говорим о цифровой трансформации. Сейчас очень много разных тем. Я там, может быть, некоторые из них перечислю. Но сегодня хотелось сфокусироваться именно на том value, которое для бизнеса, для ценностей. Не обязательно для финансовых институтов, потому что, в частности, тоже цифровую платформу. Мы сейчас внедряем у себя, как вендор, как компания, там, где у нас процессная деятельность, там, где сопровождение у нас или документ оборот, там мы это тоже внедряем. Потому что, видимо, потрясающий эффект для тех, кто руководитель этих направлений, руководитель этих бизнесов. То есть, какой-то эффект. Мы попробуем вот это объяснить, потому что действительно сейчас такой небольшой кризис внутренний. То есть, уже какое-то время, там, банки-то, на самом деле, даже не 5 лет, а 10 лет, а государство, вот, сколько-то лет, там, 5 лет, да. То есть, мы все говорим о цифровой трансформации. Это много разных уже знакомых слов из серии, там, и здесь, и что-то, так сказать, да, вот умение работать с данными, автоматизация данных. Искусственный интеллект, да, большие данные. И большие данные, это вот, ну, то есть, данные надо делать полезными. Это все правда, да, действительно, надо данные делать полезными, да. И вот уметь использовать эти современные подходы, технологии для этого, сказать, это все очень здорово, да. Вот, в нашем мире, вот, в том, который финансовый мир, ну, и для государства это ценно очень, да. Это вопросы связаны с тем, что вот эти продукты и услуги, которые мы создаем, генерим, ну, во-первых, надо их делать быстро, создавать, да. Ну, во-первых, конкурентная среда есть, ну, и вообще все очень быстро меняется. И идет такая вот обратная связь с пользователями, вот, государство с гражданами, да, банков с клиентами, вот. И вот эта обратная связь, она подталкивает на то, чтобы вот генерить различные идеи. И поэтому вот этот вот вопрос вот такой вот быстрых изменений, как их быстро накатывать, создавать новые продукты, опережать рынок, может быть, своих конкурентов, вот это time to market, да, то, что говорят, это все тоже очень ценно. Именно цифровая трансформация создает условия для того, чтобы, потому что раньше мы версии, там, раз в полгода, раз в год накатывали, да. Сейчас надо уметь проводить, вот мы там релизы в ВТБ проводим, там, в Доме РФ раз в месяц, это вот накатывая новая информация. А в принципе можно и раз в неделю, и раз в две недели. То есть вот технологии, такой способ организации ведения бизнеса, он, в принципе, это тоже позволяет. Тоже важная тема. Вот, понятно, что клиенты должны у себя в телефонах что-то делать, но они, если так вот вспомните, наверное, первые такие вот мобильные версии, где клиенты уже подключают к каким-то возможностям потреблять, ну, проводки делать там между карточками, да, но этому же уже даже не 10 лет, это там и 15, и 20 для некоторых банков, а для всех остальных это уже 10 лет, вот. А бизнес, он такой раз, и что, да, ну, вот оно вроде там что-то есть, а что дальше, да, а как это помогает, ну, деньги зарабатывать, да, вот, на самом деле не очень. Вот сегодня как раз хотелось показать, а что еще, вот, такая уже, знаете, уже поделиться опытом, да, потому что это уже где-то работает, вот, это кого-то из наших клиентов, в частности, да, ну, тех вот владельцев бизнеса, руководителей бизнеса делает счастливыми, да, то есть вот они через практику это уже почувствовали, и вот мы хотим тоже несколько слов об этом тоже рассказать. Ну да, собственно, Александр Ильич перечислил аспекты, да, разные цифровые трансформации, вот один из ключевых, и он в том числе связан со скоростью изменений, это возможность быстро делать оценку, значит, тех инициатив или тех приемов, которые были внедрены в рамках цифровой трансформации. То есть если мы внедряли новые процессы или новые продукты, то принципиально важно видеть ту отдачу, которую мы получаем с этих продуктов. Или, например, можно видеть не менее значимые факторы, например, как, насколько эффективно мы обслуживаем клиента, насколько быстро отрабатывают наши процессы, которые мы оцифровали. То есть посмотреть со всех сторон на те результаты цифровой трансформации, которые мы получаем. Причем здесь вот сейчас основной тренд – это делать анализ именно в реал-тайм режиме. То есть фактически бизнес должен держать руку на пульсе, не постфактум. Не через месяц там и итоги подвести. Да, итоги. Это имеется в виду, что бизнес получает некоторые отчеты, и потом, значит, анализирует эти отчеты, и, возможно, даже принимаются меры, но все эти меры носят уже такой ретроспективный характер. Между тем принципиально важно уметь реагировать здесь и сейчас, то есть в виде, например, снижения спроса или замедления каких-то процессов, вмешиваться, вносить коррективы, оптимизировать. Вот цифровая трансформация без таких инструментов реал-тайм анализа, на наш взгляд, она невозможна. Сейчас это действительно по-настоящему ключевой аспект. Первое, конечно, это та область, прежде всего, ну, как один из аспектов, да, но мы видим вот наибольшие эффекты, да, для банков это особенно актуально. Это там, где продукты и услуги можно представить как процесс. То есть если мы можем их представить как процесс, у нас тоже в нашей компании такие места есть, там где-то 15-20% наших людей вовлечены именно в процессную деятельность, да, это вот, ну, я сказал, сопровождение, документ оборот, вот мы там тоже переводим вот на эти цифровые платформы это решение, то есть не на кто, как они раньше работали в различных учетных системах, да, фиксируя там какие-то вот горячие линии, какие-то свои замечания, там банки, там, не знаю, делай проводки, открывай счета, там прочее. А вот оказывается в некотором таком фронте, да, там операционный фронт, кредитный фронт, в банках, да, вот у нас свой фронт, документ оборота, да, или вот этих вот процессов обслуживания наших клиентов. То есть это именно процессная система, она позволяет, вот если это возможно, то надо, конечно, переводить людей в эту процессную систему. Почему? Потому что первый шаг, когда мы получаем, вот это действительно time to market, потому что создание новых продуктов становится очень легким, да, вы фактически описываете процесс на бумаге, заводите его технологами в систему, да, не программистами, да, не надо ничего программировать, технологами в систему, людей не надо обучать, они умеют работать с этой процессной системой, у них появился новый продукт, который они могут, ну, свои шаги делать в этом продукте. То есть это принципиальное изменение самой технологии труда работы? Да, конечно, конечно, ты прямо работаешь в процессной системе, потому что так она на бумаге, этот процесс, и ты там должен быть грамотным, обладать высокими компетенциями, правильно там открывать счета, не делать ошибки, сказать, да, здесь тебя система ведет, сама ведет, ведет по этому процессу, подключает у разных людей, где-то в этот процесс могут встроиться сами клиенты, да, вот через свое мобильное приложение, сказать, да, ну, где-то остается место для сотрудников банка, да, и вот в этой системе, во-первых, ты можешь управлять качеством, да, то есть, ну, потому что ты можешь поставить определенные индикаторы, там, на, там, время прохождения какого-то этапа, в целом на время прохождения всего процесса, потому что могут быть там возвраты, да, по этому процессу, там и прочее. Где-то какие-то количественные характеристики, вот если мы ставим там сотруднику банка, он как-то коммуницирует с клиентом, то мы его просим попробовать туда продать какие-то продукты, продукты в данном случае тоже процесс, то есть надо запустить новый процесс, связанный с продажей, там, не знаю, какого-нибудь кредита, да. Новые технологии, вот то, что мы называем микросервисной архитектурой, они позволяют еще вот так все это спроектировать, что любые изменения накатываются в работающую систему, да, то есть ее не надо останавливать, да, вот. И в этой ситуации все технологами, не без программистов, действительно можно, как вот Amazon говорит, каждый день, вот вчера придумал, сегодня уже, вот, доступно, да, для пользователей, но в целом, вот, правда, да, мы это видим из практики, да, что там раз в неделю, раз в две недели можно накатывать новые релизы, и они выходят на клиентов, то есть приносят пользу, то есть мы можем экспериментировать, пробовать, считать. Вот, а следующий шаг, вот, он очень важный, да, что мы все-таки управляем тем, что измеряем. Вот здесь очень легко измерять. Конечно, надо придумать правильно, взвесить, здесь тоже отдельная история, как правильно измерять, но измерять легко, и можно встроить в саму систему. Потому что форума позволяет. Ну, потому что сам процесс, вот, вот он твой процесс, вот и обложи его всеми необходимыми, количественными, качественными, да, вот этими всеми вещами. А если ты измерение сделал, то следующий шаг, тебе нужно сделать ситуационный центр, вот то, что Женя правильно говорил, что здесь появляется возможность сделать его таким вот онлайном, да, не то, как раньше мы через хранилище данных, да, когда мы брали эти данные, потом где-то откуда-то из системы из учетных, скажем, выгружали, очищали, там, в хранилище выгружали, да, строили над ними какие-то витрины, и вот через месяц вы действительно получаете что-то, скажем, да, что месяц назад у вас не работало. Ну, можете сделать какие-то управленческие воздействия, да, ну, может быть, через месяц что-то будет лучше, да. Нет, здесь абсолютно в онлайне, вот вы прямо сидите в институционном центре, вот какие-то процессы прошли, какие-то продукты продались в вашей большой системе, где могут быть даже тысячи сотрудников, да, у вас данные прямо обновляются в онлайне. То есть вот так, ну, потому что онлайновые же процессы, они же работают, вы их обложили, вот ситуационный центр выгружаете. Все, агрегируйте эту информацию по продуктам, по ролям, по подразделениям, по организационной структуре, когда агрегация идет, да, красите желтым-зеленым цветом, видите, какая ситуация, и в онлайне можете реагировать, да. Какая мечта любого управленца, да, да, это контролировать свою систему, да, за которую вы отвечаете, да, и иметь возможность ее, на нее воздействовать, да, то есть принимать управленческие решения. Как это влияет на производительность труда? А на производительность, вот, удачный вопрос, потому что вот и последняя вишенка на торте, да, что ведь раз мы измеряем труд конкретного человека, да, то мы же, и мы это делаем, такой маленький мотивационный центр уже для самого сотрудника, потому что раз мы знаем, что мы измеряем, мы измеряем, фактически, труд людей, ну, и, в принципе, самой системы, да, работоспособность самой системы, но и труд людей, да, то мы человеку можем его труд тоже вывести, показать. Не только его руководитель, но и ему, да. Ну, в другой его мотивационный центр. Причем вывести как его параметры, да, то есть, ну, вот у него было за сколько время пройти, там, или как много чего сделать, там, да, если количественные какие-то характеристики. Ну, кроме этого, еще и на фоне других людей это показать, ну, референдные группы, да, той же роли, там, в том же подразделении, сказать, то есть, какой-то группы людей, которых, ну, у которых, например, единый начальник, единый начальник. Ну, такой соревновательный дух. На самом деле, вот, доказано, это и на практике точно, вот мы это сами все проверяли у себя, там, да, вот у наших клиентов, вот, доказано, что просто наличие такого монитора, такой системы измерений, оно мгновенно повышает, как минимум, в два раза качество всей процессии. Без каких-либо дополнительных усилий, без каких-либо автоматизации труда, обучения сотрудникам. То есть, у каждого сотрудника, если ему сказать, что мы от него ждем, есть потенциал работать лучше. То есть, это резко поднимает качество всей системы. Вплоть до того, что, если вы ставите реальные задачи, реальный KPI перед своими сотрудниками, то вот эта вся система управления для руководителей, она приводит к тому, что она сама начинает работать. То есть, вот этих управленческих воздействий становится все меньше и меньше. То есть, контроль вроде бы есть. Мечта руководителя. Вы уверены. Мечта, конечно. Можно уехать на Мальдивы и оттуда наблюдать в онлайне за работой системы. И даже можно не отвлекаться от своего отдыха, потому что, в принципе, все работает, и можно спокойно себя чувствовать. Александр, Евгений, звучит очень впечатляюще. Давайте мы во второй части программы поговорим, что же, какие препятствия на этом пути, почему не все получается так быстро и легко, и что с этим делать. Дорогие друзья, рекламная пауза. Дорогие друзья, снова здравствуйте. В эфире программа «Время цифры». Напоминаю, что в студии ведущий Василий Богданов и наши эксперты Александр Глазков, председатель Совета директоров, управляющий директор компании «Диасофт». Здравствуйте еще раз. И Евгений Сентябрев, член правления, директор направления «Цифровые решения» компании «Диасофт». Приветствую, Евгений. Итак, какие трудности стоят на пути цифровой трансформации? Наверное, вот, Евгений, сейчас с вас начнем. На самом деле, трудностей достаточно много. Они связаны с теми рисками, которые существуют, когда мы говорим о цифровой трансформации. Это риски перехода со старых платформ на новые технологии? Рисков несколько. Они связаны… Есть и технологические риски, которые, собственно, банкам достаточно тяжело оценивать, потому что это такая область, то есть технологии, так скажем, не основная задача банка, разбираться в технологиях. То есть банки больше занимаются фондированием, оценкой кредитоспособности заемщиков, размещением средств на бирже и так далее, более традиционными вещами. Что касается технологических рисков, то они, конечно, существуют, и они могут оказывать существенное влияние. Мы, в свою очередь, конечно же, за рынком наблюдаем, и мы видим на примерах крупнейших наших банков, что они анонсируют одну технологию, значит, там делают это публично, и причем в некоторых случаях анонсируют ее как такой silver bullet, то есть решение всех проблем. То есть проходит какое-то время, там 2-3-4 года, технология забывается. То есть это даже видно просто по тем конференциям, которые проводятся, что технологии уходят. То есть понесены затраты, проведены какие-то инвестиции, да, технология себя не оправдала, она снимается с повестки. Технологии очень быстро меняются, и здесь как бы не потому, что там кто-то ошибается, а просто в IT-индустрии слишком большая динамика развития, и в какой-то момент времени то, что было общепринятым, становится устаревшим, что-то получается, что-то в этой жизни остается, а что-то, может быть, даже 9 из 10, оно уходит из этой жизни, так много, представляете? И это все затраты. И это все затраты. И, кстати, вот аспект капиталоемкости, он существует, и если посмотреть на прессу, которая выходила последние месяца или два, то есть целые статьи, которые посвящены капиталоемкости цифровой трансформации. То есть что это значит? Это значит, что объем инвестиций, для того, чтобы провести цифровую трансформацию, финансовая организация, он достаточно существенный, то есть там фактически речь идет, что от миллиарда. То есть стартует для того, чтобы проорганизовать цифровой канал. То есть это плюс к тем рискам, которые есть технологическим. И плюс, конечно, третий риск, это сам по себе просто дефолт некоторых IT-проектов. То есть в IT-индустрии по-прежнему остаются риски, связанные с тем, что можно аккумулировать инвестиции, можно выбрать технологии, просто не справиться с задачей. И как бы в IT это есть. То есть есть достаточно большой процент неуспешных проектов, которые просто делали-сделали-сделали несколько лет, и в итоге не были сделаны, и, собственно, были списаны. И вот с этими рисками приходится сталкиваться банкам. Это, конечно, для них нетипично. Ну и такие банки, как Сбер, ВТБ, Это сегодня лидерские такие области. У них есть возможность сделать ошибки, исправлять их за счет денег, ресурсов людей. То есть они себе это могут позволить. Их размер бизнеса позволяет, и они все равно по этой дороге проходят, добиваются результатов. Это получается дорого. Для них это абсолютно приемлемо. То есть неприемлемо, возможно, для другого рынка. Ну просто о масштабе, если сказать, то Сбербанк сейчас в последних материалах, я все время где-то говорил, что там 2000 команд, вот сейчас публикуется, что это 3000 команд. Там ВТБ это там 1400 команд. Команд по 10-12 человек. Ну там где-то 9-10-12. То есть такие большие команды, вот они сами пишут об этом размере. То есть это десятки тысяч людей. Это десятки тысяч людей. Там 25-30 тысяч в Сбере. Ну может в два раза меньше ВТБ. То есть огромное количество людей, конечно, они, как бы то ни было, они все эти риски все равно преодолеют. И результаты все равно будут. Это двигает всю отрасль? Или другие банки осторожно к этому относятся? Вот как раз на наш взгляд не очень двигается. Скорее они, конечно, сфокусированы на решении внутренних задач. Потому что в рамках своих инициатив по цифровой трансформации прежде всего решаются задачи, которые есть внутри банка. То есть там есть свои IT-ландшафты, есть свои сервисы. Они модернизируются, они преобразуются. И в общем-то все усилия направлены туда. То есть это не так, что на выходе мы получаем эффект на всю индустрию. Но, конечно, с точки зрения ориентира, где можно подсматривать, где можно откуда-то брать успешные примеры, безусловно, потому что это зона больших вложений. Но все равно люди переходят из одного банка в другой, и двигаются по рынку. Компетенции в любом случае распространяются. Компетенции все равно точно развиваются раз. Тот же Сбер пытается выстраивать какую-то экосистему и в нее как-то включать каких-то людей. И оттуда что-то на рынок тоже влияет. Но это их не основная фокусировка. Их фокусировка – это свою прибыль растить, свою эффективность, конкурентоспособность обеспечивать на рынке через вот эти всякие истории технологические, цифровые. Все-таки про это. У них нет такой миссии помочь всему рынку. Но все равно на рынок они, конечно, безусловно, влияют. Вы часто в наших встречах говорите о том, что есть области, где хочешь ты или не хочешь, ты не можешь не проводить цифровую трансформацию, даже если это безумно дорого. Потому что в противном случае, через какое-то количество лет, ты просто уже не сможешь быть способным. К сожалению, может так быть, что если это безумно дорого, ты тоже не можешь, потому что ты же не можешь стать Сбербанком. И это беда. И как тогда? Что делать? На самом деле хочется сказать, что несколько в защиту банков, потому что действительно, когда потребность острая в цифровой трансформации возникла, то не все решения, которые были, можно было применить для того, чтобы решить эту задачу. Поэтому тут процесс, он, с одной стороны, вызовы у банков, а с другой стороны, для вендоров, такими, как наша компания, необходимо тоже провести изменения. То есть мы сейчас фактически говорим о том, чтобы снизить инвестиционные затраты и снять риски по технологиям, нужно все-таки каждому заниматься своим делом. И в принципе, все-таки банкам опираться на IT-компании и выбирать решения, которые эту цифровую трансформацию помогут сделать. И на наш взгляд, основное здесь, это именно выбор в пользу платформ. Выбирая такие решения, очень важно, чтобы заказчики тоже не получали закрытую коробку, как было несколько лет назад. То есть вот коробка, которая решает все ваши задачи. Ну, что в ней ты не знаешь. Да, ну что в ней ты не знаешь. Она ограничивается, но главное, она ограничивает. Это невозможно сейчас. То есть это должны быть платформы развития. Вот сейчас слово развитие, развитие, развитие бизнеса, говорят платформы развития. То есть вот когда говорят платформа, это всегда слово добавляет развитие. Потому что это нужно уметь технологами настраивать, с минимальным лоу-код программированием, с такими элементами. Но важно очень быстро все равно что-то новое создавать, а не прибить бербитыми гвоздями с чем-то использоваться. Это не дает никакого будущего выживания. Мало того, в самой крайней точке, если необходимо, то платформа развития должна позволять совместно с банком построить совместное производство, то есть Join Development, для того, чтобы банк все-таки мог выделить какой-то пул ресурсов. Пусть это будет не деф-центры, а какие-то просто выделенные центры разработки, может быть, меньшего масштаба. Может быть, не тысячи команд, а десятки команд. Да, может быть, там десятки команд, которые могут абсолютно без каких-то ограничений погрузиться в детали этой платформы, то есть фактически ее использовать на полную мощность. То есть не только доверяя просто какой-то закрытой коробке и надеясь, что все будет хорошо, но в том числе погрузиться внутрь платформы, разобраться, что она дает. Полностью понимая, как она работает. Да, полностью понимая, как она работает. И вот если вернуться к первой части, то наши беседы, то вот комплектность этой платформы, вот то, что говорил Александр Валерьевич, это должно идти как бы внутри уже, то есть без каких-либо дополнительных усилий. Все средства построения процессов, все средства мониторинга, как со стороны руководителя, так и мотивационные инструменты для сотрудников, эти все средства не должны быть какими-то задачами, каким-то местом для исследований, для поиска, для сбора идей, потому что это все должно идти внутри. И весь вопрос будет только в том, какие именно вы хотите процессы создать, какие именно хотите получить дашборды, какую степень интерактивности, что вы хотите передать вашим сотрудникам, в конце концов, как вы будете их рейтинговать. То есть вот эти задачи должны решаться в первую очередь банком, а не вопросы, какую технологию выбрать и, собственно говоря, как там научиться собирать сборки и так далее. То есть такие глубокие технические задачи. То есть фокусироваться именно на, получив платформу, получив технологии, сфокусироваться на процессах, на бизнесе и на том, как его измерять. Ну то есть три преимущества. Это снижение затрат, снижение времени, которое необходимо для разработки. И третье – это минимизация рисков, когда ты запускаешь новый процесс, незнакомый для себя внутри банка. Все технологические риски должны быть максимально устранены. И технологии, которые используются, максимально открыты. Чтобы, в принципе, говорить, что банк не должен разбираться в технологиях, наверное, тоже было бы сейчас странно. То есть, на наш взгляд, в банке, конечно, должны быть и свои архитекторы, и те специалисты, которые способны оценивать технологии, у них разбираться. Их задача здесь скорее сделать оценку, посмотреть внимательно на этот список технологий и, в принципе, принять его как стратегический. То есть, максимальная открытость, максимальная работа с банком. Но все-таки, условно говоря, 10 архитекторов в банке – это не тысяча человек в центре. Ну да, конечно. Уже остается полтора минуты. Что в завершение программы вы хотели пожелать как своим коллегам, которые работают в цифровой индустрии, так и вашим клиентам, айтишникам, которые работают на стороне банка? Давайте, Евгений, с вас начнем. Своим коллегам хочется пожелать, мне кажется, главному – внимательно смотреть на айти-индустрию в целом и немножко, может быть, где-то даже свои амбиции помнять и смотреть на то, куда развивается мир. И, собственно, Александр Ильич приводил примеры Amazon. Амбиции очень дорого стоят. Да, Amazon, там еще какие-то компании, их очень много, я даже не буду там перечислять. Там есть очень хорошие примеры, по-настоящему революционные. Надо смотреть на них, изучать и применять. Ну а нашим клиентам хочется пожелать и потенциальным, и существующим, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что цифровая трансформация невозможна, что она дорогая и что в ней огромные риски. Нужно просто находить решение. Ну да. Александр? Добавлю, что раз мы желаем, как на Новый год, то есть мы желаем, конечно, хороших партнеров, потому что точно брать все на себя, уже видно, что не получается. То есть надо искать в разных областях, конечно же, ни одного, возможно, нескольких партнеров. Но если мы говорим о цифровой трансформации, то фокус внимания, конечно, надо находить готовые решения, которые гибкие, свободные, позволяют заниматься развитием бизнеса. Такие решения начали появляться на рынке, если 5 лет назад действительно их не было ни мирового класса, ни российского класса. Но сейчас и в силу того, что мы находимся, как Россия, в целом в очень инновационной зоне, благодаря тем, как раз и клиентам, которых мы называли, в том числе. И поэтому решения есть не только там западные, как это было, может, 20 лет назад. Сейчас есть и российские истории различные, накапливаются компетенции. То есть это точно можно реиспользовать. Ну и производство, конечно, надо производство кода. Это профессиональная деятельность. Мы занимаемся 30 лет, и вот за последние 5 лет, в частности, в новых технологиях, научились для себя работать эффективнее более чем в 10 раз. Это ключевая вещь, потому что цена вопроса не только реиспользования продукта, но в том числе с возможностью его развития, подключения своих таких вот центров разработки. То есть все-таки надо садиться на какую-то профессиональную, вот как мы говорим, платформенную среду. То есть желаем воспользоваться уже готовыми. Организационную среду, конечно, где есть архитектурные правила, технологические, производственные всякие там практики, да, и тоже правила, да. То есть это организационная среда, которая приводит к эффективности. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Время цифры». У нас в гостях были Евгений Сентябрёв, Александр Глазков, велопередачу «Василий Богданов». До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!